Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы разберем с вами лекцию номер 15 Двухмерный массив, все плюс-плюс, динамический массив План объявления двухмерного массива, вывод и ввод двухмерного массива Что такое динамический массив? Пример объявления двухмерного массива Раз это двухмерный массив, естественно, он состоит из двух величин То есть это количество строк и количество столбцов Обычно двухмерные массивы представляют собой матрицы, таблицы и так далее Если мы представляем себе матрицу, то, конечно же, мы чисто логически можем представить себе Любая матрица и таблица состоит из строк и столбцов То есть первый элемент это количество строк Или первая нумерация это количество строк Вторая нумерация это количество столбцов Поэтому при объявлении двухмерного массива, естественно, будет две квадратные скобки Первая идет это количество строк Вторая это количество столбцов То есть наш массив, он целочисленный Называется он А Состоит из пяти строк и трех столбцов Между квадратными скобками не ставится запятой, не ставится пробела и так далее Вот и вывод элементов массива, двухмерного массива, имеется в виду Осуществляется точно так же, как и для одномерного То есть с помощью оператора FOR В следующем примере мы будем вводить и выводить все элементы двухмерного массива То есть вот смотрите Ввести и вывести все элементы одномерного массива на матрице Массив 3х3 Нам нужно составить программу так, чтобы все элементы данного массива выводились И те же самые элементы выводились Что мы делаем, смотрите Объявляем массив 3 строки, 3 столбца Точка, элементы То есть индекс Порядковый номер массива Всегда целый 1, 0, 2, 3 Поэтому при объявлении индексов Мы всегда говорим, что это целый численный И это строки, и это столбцы Дальше вводим массив FOR И равняется от 0 до 3 И плюс-плюс Фигурную скобку открыли Теперь то же самое для столбцов FOR G равняется от 0 до G меньше 3 И плюс-плюс Открыли фигурную скобку Вводим двухмерный массив через C Аут сначала, а потом вводим через C И каждый индекс мы берем в квадратную скобку Ввели Теперь нам нужно, чтобы он те же самые элементы, которые мы ввели Вывел Для этого мы повторяем, дублируем FOR И для I, и для G Выводим C Аут Return 0 Закрыли Причем смотрите, сколько фигурных скобок вы открываете Столько фигурных скобок вы должны закрыть Что у нас получается, смотрите При вводе Вот мы вводим все элементы, да Все-все-все элементы И те же самые элементы Вот здесь вот она, видите Она нам что делает? Выводит Рассмотрим следующий пример Дан двухмерный массив Состоящий из двух строк и трех столбцов И содержащий целые числа Найти сумму положительных элементов массива Что значит положительные? Положительные – это те, которые больше 0 Значит, мы с вами должны ввести условия Объявляем массив Объявляем индекс, и G И то, что мы должны найти сумму положительных элементов Раз это сумма, тогда это S Ввожу массив через FOR Вот он здесь Количество строк и количество столбцов Ся, вот массив S Дальше, так как это сумма Сумма всегда равна 0 То есть начальное значение суммы всегда равно 0 Сумма начинает с 0 Дальше FOR опять то же самое дублируется И вот здесь уже вводится условие Если элементы массива Больше либо равны 0 То есть тогда S равняется S плюс A и G То есть то, что будет подходить Вот под это условие Каждый элемент будет проверяться Он будет прибавляться к S Вывод массива S 0 Рассмотрим с вами еще один пример На двухмерный массив Вот он Видите, двухмерный массив Смотрите Двухмерный массив Он может быть в условии задачи За одном виде матрицы Либо может быть вот такой вот способ То есть и G Если 2 индекса То это двухмерный массив Если бы у нас был один индекс Тогда бы это был одномерный массив Новый массив Y и G Получается за счет Массива A и G Плюс просто переменные С под корнем B плюс C Причем смотрите Количество строк у нас 3 И количество столбцов у нас 5 Объявляем Объявляем Смотрите Y45A45SM SM это просто переменные И G это индекс массива То есть это порядковый номер строк И столбцов Как я говорила Они уйдут у нас целочисленные Ввожу просто переменную через Син БС Дальше идет ввод массивов Количество строк Количество столбцов Вводится сам массив Теперь Опять дублирую For И от нуля до четырех И плюс плюс G от нуля до четырех И плюс плюс То что нам нужно вычислить То есть Сначала вычисляем массив Теперь нам нужно Его вывести То есть Out Y И G Y и G Endal Точка запятой Фигурную скобку закрываем Return 0 Точка запятой Фигурную скобку закрываем До встречи